Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы будем обсуждать Хедзера. Мы выкатим его из ангара, поиграем на нем, но честно говоря, мое предисловие к данному танчику будет следующее. Я помню, когда танки только начинались, для меня это было 7 лет назад, а то и больше, практически 8, Хедзер был совсем другой машиной. Хедзер был другой машиной в отношении конкретно орудия. Мне кажется, что и подвижность его была чутка лучше. Я уже, честно говоря, не помню, когда конкретно его занерфили и что конкретно произошло, но машинка стала куда унылей. Вот раньше в танках в Блице Хедзер обладал еще одним прикольным орудием. Орудие у данного танчика было вот таким вот коротеньким, но довольно-таки большого диаметра. И фигячило это орудие с огромной для своего уровня альфой. Просто-таки невыносимо большой альфой. Ну а когда танчик опустили на землю и он стал очень приземленным, играться он стал совсем по-другому. Он получил всего лишь 160 единиц альфы, хотя да, для четверки, ребят, это нормально, но поверьте, то орудие, которое накидывало практически в два раза больше, и то, которое наносило хаос и ужас, в принципе, на врагов в рандоме, это было очень приятно. Ну а с учетом его брони, на тот момент машина отыгрывалась просто как нереальная какая-то имба. И хедзеры оставляли себе в ангаре все. И с тех пор у меня хедзер стоит в ангаре. Но он же теперь стоит в ангаре исключительно как дань памяти тем временам, когда машина была действительно просто-таки на верхушке Олимпа. Ну, знаете, я бы сказал, вершина пищевой цепочки четвертого уровня среди ПТшек. Средняя бронепробиваемость 110 единиц, время перезарядки унылое 8,5 секунд и 1130 единиц ДПМа. Время сведения и разброс на 100 метров, в принципе, довольно-таки неплохие. Пушка довольно точная, но уже все-таки немножечко не то. Это, знаете, как вот, даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, получить автомобиль, который начали выпускать с меньшим количеством лошадиных сил. Вот вроде бы все то же самое, но едет он уже как-то совсем по-другому. И ты к нему уже относишься как к простому городскому автомобилю, а не как к тому, на котором можно с каким-нибудь определенным рыком сорваться с места. Я не говорю сейчас о подвижности Хедзера, я говорю просто об ощущениях от орудия. И те ребята, которые играли на Хедзере еще тогда, когда он обладал вот этим вот обалденным просто-таки стволом, напишите, пожалуйста, в комментариях о своих воспоминаниях по данной машине, если вы еще помните ее такой. Ну, а сейчас мы с вами просто выкатимся на Хедзере в ангар, простите, из ангара в бой, и посмотрим, на что способен Хедзер на сегодняшний день на своем уровне. Он способен на гораздо меньшее, я и так это знаю, но в любом случае, если вы собираетесь двигаться по веткам ПТ-шек Германии, вам в любом случае необходимо будет пройти исток этих веток, а истоком этих веток является именно Хедзер. Я же хотел попросить каждого из вас по возможности воспользоваться тем временем, которое сейчас есть, на оформление подписки на мой канал. На своем канале я снимаю исключительно честные обзоры, без вырезок, без склеек, говорю честное субъективное мнение, таким, какое оно есть, показываю машины такими, какими они являются на самом деле, и пытаюсь максимально честным быть по отношению к своему зрителю. Буду безумно вам благодарен за поддержку моего канала и, соответственно, за ваши лайки, за ваши комментарии, особенно если ваши комментарии чем-то, ну, обоснованы, если вы не согласны со мной. Итак, Хедзер, брат Хедзер, давай посмотрим на твою подвижность по состоянию на сегодняшний день. Я давно не играл на нем, ну, прям вот совсем-совсем давно, с места машинка едет, ну, прямо скажем, не очень. Есть у меня такое ощущение, что раньше она ездила быстрее, но, возможно, я уже придираюсь, возможно, с подвижностью никто ничего не делал. Закрутить Хедзера практически невозможно, ну, вот серьезно, его подвижность на месте, она просто шикарная. Она настолько шикарная, что нет слов, чтобы ее описать. То есть вы вполне спокойно даже вот, ладно, сейчас не буду тратиться, но вот по подвижности вы видите, насколько легко поворачивается танчик вправо-влево, время сведения, разброс на 100 метров, скорость перезарядки, я бы сказал, очень комфортные, очень удобные. Что касается брони, не везде броня есть, безусловно, в некоторых местах ее нет. Верхний бронелист танкует довольно неплохо, ну, а что касается нижнего бронелиста, он довольно хорошо шьется. Поэтому, с учетом углов сведения, если вы находитесь где-нибудь на возвышении, как я сейчас, играйте обязательно так, чтобы прятать свой нижний бронелист. Так, сейчас, не знаю, доберем, не доберем, нет, не доберем, жадничать не будем. Я думаю, что те ребята справятся и без нас. Ну, а мы с вами попробуем чутка попытэшить. Мне, честно говоря, на данном орудии, ну, более уныло играть. Вот сейчас еще один хедзер вылазит. Вот видите, то, что я говорил, что как только появляется нижний бронелист, однозначно его будут выцеливать. Вот он серым светится, прям как новогодняя елка. Ну, а что же касается верхнего, как видите, красного цвета, особо не выцелишь, особо не пробьешь. Так, сейчас вот этот брат начнет жадничать, начнет вылазить, его мы... Ну, вот сейчас не повезло, согласен вопросам, нет, поторопился. Но не мы, так кто-то другой доберет. Ну, по подвижности засудили машинку, по точности орудия, как вы видите, довольно неплохо отыгрывается бортом, как сейчас вот этот хедзер, лучше не стойте, потому что борта картонные, соответственно, будут пробивать. Короче, самое идеальное, что можно найти для хедзера, это вот такую вот игровую позицию, в которой вы сможете стоять, отыгрывать и в то же время не давать себя пробить. Как я уже сказал, верхний бронелист имеет довольно неплохие углы склонения, видите, все бьется только в нижний бронелист. Да, братцы, вот грустно мне только от того, что вернуть бы сейчас назад вот эту вот альфу бешеную для этого танчика, да, там было время перезарядки чуть больше, я как бы не буду говорить о том, что оставьте мне такое время перезарядки, так еще и альфы мне насыпьте. Нет, я уже был бы доволен и тому, чтобы время перезарядки увеличили, как оно было увеличено раньше, но за то, что, ну, голосую за то, чтобы вернули танчику все-таки его вот эту вот бешеную и, ну, просто-таки имбовую альфовость. Так, первый бой закончился, как вы видите, как я уже говорил, пробивают его в нижний бронелист, борта, корму, само собой, а вот верхний бронелист, он редко поддается противникам, особенно если вы играете от каких-то неровностей. Углы склонения будут вам в этом помогать. 1100 единиц урона, знак классности третьей степени. В результате нашей команды мы заняли второе место, ну, а по сути, можно сказать, что кроме нас и ПЗшки, ну, особо никто и не отыгрывал, поэтому, ребят, по сути, вытащили бой именно мы вдвоем. Я своим ДПМом суммарным, ну, а товарищ фрагами, которые сделал и ДПМом. Ну, заслуженное первое место, спорить не буду. Ждем вступления в следующий бой и посмотрим, как он сложится. Итак, друзья, начался следующий бой. Что мы имеем? Мы имеем, ну, вот здесь на низине абсолютно ровную карту. Я, честно говоря, не имею желания ехать и бодаться, ну, вот, на равнине. Исключительно исходя из того, что понимаю, что как только я в прямой проекции выеду на кого-либо, ну, вообще прям не имеет значения на кого, сразу начнут выцеливать нижний бронелист, сразу начнут в него прошивать, ну, а мне бы, честно говоря, пожить бы да пострелять. Под горку вяленько поднимается, все-таки тягости вот находят этот танчик на подъемах. Не успеваешь ты нормально подняться в гору вместе со всеми, приходится замыкать колонну идущих. Танкует неплохо, мне, честно говоря, нравится. Повезло сейчас, что в борт не прилетело, потому что, в принципе, было бы, ну, прям совсем неприятно. Ну и, наконец-то, докатились до того места, на котором можно будет нормально как-нибудь попытаться потанковать. Ну, понятное дело, что против троек на данном танке играть вообще великолепно. Особо делать ничего не приходится, они просто сами выезжают, а ты на них набрасываешься своим орудием, пускай не сильно альфовым, но довольно-таки скорострельным, как для ПТшки. Так, этого брата я точно не доберу, а этот сейчас начнет заезжать в корму, поэтому надо с этим что-то решать. Разменялись, разменялись, мне кажется, все-таки в позитив, минуснули ствол. Так было бы не очень комфортно и приятно играть, зная, что товарищ стоит там и пугает 14 ТП своим присутствием. Ну и вот прилет в борт. Короче говоря, ребят, почему я с грустью и тоской вспоминаю о бывалом Хедзере, потому что раньше я бы, ну, гораздо комфортнее чувствовал себя в бою с мега альфовым орудием, как для своего уровня. Ну, а сейчас такая унылая ПТшечка, которая исключительно проходная. Да, имеющая какую-то броню, там, в переднем верхнем бронелисте, но на этом, в принципе, удовольствие заканчивается. Окей, хорошо, пускай еще тяжело закрутить, но с учетом невысокого уровня альфы и довольно долгим временем перезарядки, сравнивая с четверками и тройками, с которыми в основном приходится играть, соответственно, получается, что данная машинка тяжело закручивается, но в то же время не сильно все равно играбельная, потому что необходимо ждать, пока перезарядишься. Досматриваем бой, смотрим результат, ну и будем суммировать. Итак, друзья мои, результаты боя никудышние, 500 единиц нанесенного урона, и, в общем, подсчете результативности нашей команды мы на третьем месте с конца. Давайте будем суммировать. По моему скромному мнению, ПТшка уже совсем не та. Хедзер, к сожалению, умер в том виде, в котором он был, и остался вот таким вот, я бы сказал, каким-то непонятным старичком, который вроде бы что-то пытается, но мало чего особо может. У меня он продолжает стоять в ангаре, ну и, честно говоря, я очень надеюсь, что когда-нибудь разработчики придумают что-нибудь и сделают с этой машинкой, чтобы она стала, ну вот, как раньше. Пускай это будет какая-то коллекционная машина, потому что Хедзер Каме-СП, который сделали, он ничем не отличается. Вот ровным счетом, да, вот все то же самое, пушка та же самая. Да, там есть определенного рода отличия, но это не то. Вот если бы они сделали этот танчик коллекционный с тем орудием, которое было когда-то, ну да, тогда это действительно была бы коллекционная машина. А так, честно говоря, к изначальной машине, допустим, отношения вообще никакого не имеет, я имею в виду, к той, которая когда-то была до нерфа. Короче говоря, грустно, ребят, грустно мне очень сильно, когда я вспоминаю о том, какой Хедзер был раньше, когда натыкаюсь на него в ангаре и вижу. Старичок остается у меня стоять на своем законном месте, я его никуда никогда не дену. Ну и, честно говоря, играть на нем, в принципе, не сильно сложно, но вот кайфа от игры того, который был раньше, уже не ощущаешь. Хотя и выкатать себе пятый уровень для того, чтобы дальше пойти по веткам, я имею в виду штуга 3G, абсолютно не есть проблематичным. Раньше, кстати, веточка представляла собой совсем другое, был Хедзер. Вот здесь вот стоял мангал, обзор на который вы можете найти у меня на канале, ссылочка сейчас появится вот здесь вот. Так вот, был мангал и дальше шла ветка гриля, а штуг это было начало ветки исключительно Яги Е100. Зачем они потом убрали мангала и почему они понерфили Хедзера, я не совсем понимаю, но решение было принято и на сегодняшний день ветки выглядят именно так. Это был частный обзор Хедзера и что вас ждет, играя на нем, ну и мои ностальгические воспоминания о былых временах. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. А еще буду безумно благодарен за лайки и комментарии. Всего вам хорошего, до встречи на новых видео, мира вам, благ и спокойствия.